Некоторые наши читатели с досадой пишут о том, что выборы уже на носу, а мы ничего не пишем о рейтингах и о прогнозах на выборы. Сейчас ответим всем сразу и еще выдадим наше расследование ситуации на сей счет. Итак, о рейтингах мы не пишем по трем причинам. Первая. Их уже тошнит читать. А писать? Семечки такие маленькие, знаешь? Пшено называется. Вот три мешка таких семечек. Уже тошнит просто. Вторая причина. Результат их уже очевиден в Кремле, который рассказывает об их нелегитимности, ну и нам приходится считаться уже с этим. И третья. Нам эти рейтинги не интересны, потому что мы точно знаем, за кого проголосуем, и на это решение никакие рейтинги и никакой телевизор уже не повлияют. Но похоже на то, что кому-то это все равно нужно. Что же, мы очень уважаем наших читателей и вынужденно провели собственное исследование этого вопроса необычными, косвенными способами, которые до нас никто не применял. Ну а потому они вряд ли могли быть сфальсифицированы или подтасованы. Поскольку мы не рейтинговое агентство и не бюро социологических опросов, то сосредоточились на рейтинге всего одного кандидата, фамилию которого мы тут намеренно не называем, и постараемся изложить материал так, чтобы никто и не догадался, о ком идет речь. В связи с этим просим в комментариях к этому исследованию в самом начале ставить слово «догадался» или «не догадался». Это нам надо для повышения мастерства конспирации. Но сначала о методологии. Мы не стали опрашивать знакомых или незнакомых людей, поскольку говорить можно что угодно, а нас же интересует действие, то есть голосование как таковое. Если отойти в сторону от бюллетеня и найти какой-то показатель, который наиболее близок по объективности к бюллетеню, то им окажется гривна. Конечно, можно было поставить копилки с именами кандидатов и предложить всем желающим бросать туда денежку. Чья копилка оказалась бы более полной, тот и стал бы лидером опроса. Но тут есть свои моменты. Кто-то может бросить гривну, а кто-то и соточку. Ну и кроме того, такое мероприятие может выглядеть не очень чисто с точки зрения действующего законодательства. И тогда мы решили усложнить эксперимент и посмотреть, как люди будут голосовать за определенного кандидата, не вполне догадываясь о том, что они участвуют в таком завуалированном опросе. Местом исследования мы выбрали магазины «Рошен». Именно магазины этой торговой сети были выбраны потому, что они связаны с именем кандидата, которого мы умышленно не называем. Из недавней истории мы знаем, что эти магазины становились объектами провокаций. Там что-то разбивали, ломали, ну или просто устраивали демонстрации у входа, призывающие не покупать продукцию этой марки. А некоторые просто становились у входа, пытаясь не пропустить покупателей. Однажды автор даже придал ускорение такому пикетчику с колена. Хоть отлетел он недалеко, но вход уже не загораживал. Для чистоты эксперимента были промониторены три магазина. Мы даже разработали легенду, мол, хотим купить к празднику пражский торт. Исследование проводилось в одном из спальных районов столицы, и смысл его состоял в том, что если рейтинг кандидата действительно низок, и электорат его не воспринимает как реального кандидата, то это распространяется и на продукцию его предприятия. Исследование проведено в промежутке между 14 и 15 часами дня 8 марта текущего года. Скажем так, в двух из трех магазинов пражских тортов уже не было совсем. Что больше всего удивило, никаких тортов уже не было. Просто стояли пустые полки с несколькими ромовыми бабками, которые нельзя считать тортами. И только в третьем магазине мы зафиксировали в наличии аж четыре грильяжных торта. Впрочем, пока мы фотографировали эту картину и размещали ее в Твиттере, два из них забрала одна женщина, а пока автор дошел до кассы, витрина тортов пришла в однообразие с витринами двух предыдущих магазинов. Торты кончились. С учетом того, что каждый торт стоит около 200 гривен, то покупать их именно здесь это уже показательно. Однако мы решили сделать эксперимент еще более показательным и завернули в ближайший продуктовый магазин, где торты вообще имелись в наличии как таковые. Не знаю, че это было производство, но в отличие от рашеновских картонных упаковок, они стояли на пластиковых поддонах, накрытые прозрачным пластиком. То есть буквально за 200 метров в Рашене шаром покати, ну а тут тортов хоть завались, пожалуйста. Из этого следует, что выметали именно рашеновские торты. Однако даже такое исследование мы не приводим к однозначному выводу. Торты могли разобрать граждане, на которых не подействовала антиреклама. Но, возможно, Москва выделила денег на скупку именно рашеновских тортов в виде диверсии, чтобы не бить стекла, ну и прочее. И тем не менее мы склоняемся к выводу о том, что путем классического тортового теста мы выходим на достаточно высокий рейтинг кандидата, чью фамилию мы категорически отказываемся называть. Ну а выводы каждый может сделать самостоятельно.